Всем привет, это монолог на TNT Music, с вами Рай Джин и Томас Мраз. Сегодня мы будем задавать друг другу вопросы. Это игра «Как достать соседа». «Как достать соседа». Слушай, наверное, я буду из серединки вытаскивать, чтобы было интереснее. Так, первый вопрос я тебе буду задавать. Страшно. Сколько времени вам нужно, чтобы отправиться от неудачного романа? Так у меня только удачно все. У тебя все хорошо? Ну да, типа, даже не знаю, типа, нет ответа на этот вопрос. Есть друзья-романы? Да, есть. Неудачный роман. Сколько надо после встречи с Романом, нужна неделька, да, конечно, отдохнуть. Ну вот, на эту недельку нужна неделька. Роман, дай в салют. Теперь твоя очередь. Так, какой-нибудь каверзный вопрос для Рай Джина. Иди сюда. Такс. Если бы вы могли задать любой вопрос любому мужчине, зная, что получите честный ответ, что и у кого вы бы спросили? Хороший. Ну или у женщины? Я бы, не, если у мужчины можно, у мужчины почему нет? Я бы спросил, знаешь, какой вопрос? Я бы задал вопрос Эндрю Тейту, спросил, откуда у него деньги? И сколько у него денег? Вот мне очень интересно. Топ-Джи. Должен мне сказать. А если женщине? А если женщине, то я бы спросил у Рианы, почему она такая красивая все время? Как она так поет вообще? Мне кажется, тебе бы ответил на этот вопрос уже не Риана, а Сапроки. Ну, может быть. Это такой вопрос, да, это вот мой мужчина будет, а Сапроки. Так, хороший вопрос, кстати. Кто в семье должен зарабатывать деньги? Ну, я одновременно старый закалки и считаю, что мужчина как бы должен содержать семью, но при этом я и довольно-таки прогрессивен во взглядах и считаю, что если женщина хочет, она должна реализовываться, и пусть у нее будет прекрасная карьера, пусть у тебя будет карьера, о которой ты мечтаешь, и пусть твой мужчина не комплексует, если ты больше зарабатываешь, чем он, пусть девчонки кайфуют. Ну, ты, кстати, как думаешь, если женщина больше зарабатывает, чем мужчина, это ок-не-ок? Слушай, ну, я не думаю, что стоит расставаться с человеком. Точно. Из-за того, что он зарабатывает больше или меньше, чем ты, это не должно быть главное в отношениях. Какие три вещи вам больше всего нравятся в женщинах? Глаза, точно. Характер. Ну, если он хороший, конечно, иначе он мне точно не нравится. Ну, и, наверное, фигура. Это банально, но да, да, красивая фигура. Так, все, ты соскучился по вопросам, я чувствую. Да, погнали. О, это вообще, что вам нравится делать после секса? Блин. Ну, я один раз посмотрел кино про Орнольда Шварценеггера, где он, типа, первый раз занимается сексом, и потом идет с девушкой курить сигарету, и мне как-то это в памяти отложилось, и, наверное, это. Покурить после хорошего, да? Ну, да. Хорошую тяжесть. Хотя, конечно, курить, типа, на самом деле, вредно. Не курите, друзья. Лучше попейте воды. Есть ли у вас свой способ знакомиться с женщиной? Да, есть, и он рабочий. На самом деле, без шуток. Тупые подкаты. И это работает. Самое главное, знаете, как хороший анекдот, он может быть рассказан дважды. Вопрос в том, как ты его рассказываешь. И с подкатами то же самое. Если подкат прям мега тупой, то он, скорее всего, сработает. Но вопрос в том, как вы подадите этот подкат. То есть, если вы прям... Какая-то про хлеб, знаете, или, ну, в общем, какой-то самый тупой. У меня вот есть... Даже я могу поделиться одним подкатом, который работал каждый раз без шуток. Он реально работает всегда. Пользуйтесь, если что. Инструмент классный. Подходите к девушке. Вот этот вопрос-ответ, блиц, быстренький. Я подошел к девушке, спрашиваю у нее, слушай, этого родители, случайно, не евреи? И она такая, нет. Я говорю, займешь косарь? И это работает всегда. Я клянусь, всегда. Ну, ладно. Короче, хорошие тупые подкаты. Тупые подкаты, но с красивой улыбкой. И ненавязчиво, так аккуратненько, красиво, и дальше все у вас там прям... О, это прям вот мы залетели. Это я лучше карточки. Ты какие-то нити вытаскиваешь, алмаз. Есть ли у вас фирменное блюдо? О, хороший вопрос. Спасибо, брат. Ну, наверное, больше всего я готовил лазанью. И прям с таким трудолюбием. Прям классическую? С кропотливым. Классическую в основном иногда я добавляю халапеньо там или всякие такие штучки. Можно добавить туда немножко пепперони или салями. Сделаешь мне лазанью? Конечно, можно. Я хочу лазанью. Да, можно разные сыры попробовать. Можно бешамель свой сделать, можно покупной бешамель взять. Если умеешь хорошо бешамель готовить, почему бы и не сделал? Хочешь, можно сделать на говядине или на индюшке. Можно из баранины даже сделать лазанью. Ну все, я хочу теперь лазанью. Все должны теперь хотеть лазанью после этого момента. От Томаса Мраза. Фирменное лазанью. Блин, это было. Самое необычное место, в котором вы занимались сексом? Парковка ЦУМа. Был ли в вашей жизни опыт, доказывающий, что с милой Райф шалашил? Блин, прикольный вопрос. На самом деле, конечно, был такой опыт каждый день. Каждый день происходит, когда ты после шумных вечеринок, дорогих ресторанов, пробок, самолетов попадаешь в кровать к своей любимой. И вы просто вместе чилите, смотрите что-нибудь или просто общаетесь. Можно даже в настольные игры поиграть, что угодно. То есть не обязательно миллионы тратить. Можно просто вместе мило время проводить. То есть это действительно круто. Романтика. Да, деньги далеко не главное в этой жизни. Ну что, Евгений, давайте узнаем, как вы проведете датливый выходной? Ну, наверное, комп. Самый такой хороший вариант. Плойка или комп. Какое-нибудь одеялко. Закрыть все шторы. Нафиг. Вот этот звук дождя, знаешь, за окном. Он так спокойный. Ну, придает, короче, классную атмосферу. И либо, если с кем-то, то глянуть какой-нибудь кинчук с удовольствием. Хотя бывает разное настроение. Можно пойти вообще гулять в дождь. Если летний дождь, не зимний, не осенний, можно пойти вообще гулять и здорово провести время. Легкий дождь на море в плюс 30. Слушай, я вообще вот в такой дождь, да, бывало такое. В такой дождь купаться нужно идти. Купаться вообще кайф. Кстати, кто не купался под дождем, обязательно попробуйте. Это вообще супер. Единственное, что может молнию ударить, но это как раз, по-моему, то, что ты хочешь. Ну, я про, да, это... Меня она меня не обидит. А сейчас я, получается? Или ты? Ты уже вытащил. Нет, я не читал. В какое мороженое самое вкусное? Прикольный, вкусный вопрос. Мне все про еду и про еду попадают. Ну, как будто бы вот прям... А мне про мужчину, да. Так, окей. Ну, я бы сказал, наверное, Баскин Робинс. Люблю еще с детства. Ну, что-то типа паралине. Мне нравится название бейсбольный орешек. Типа там фисташки и что-то еще. Фисташковое, это другое. Нет, бейсбольный орешек, там что-то типа арахиса или... А, арахисовое, да, наверное, арахисовое. Да. А ты знал, что в названии Баскин Робинс у них в логотипе цифра 31? Если ты посмотри, если вы посмотрите, там вот БР в этом, там красный орешек, 31. Знаете, почему 31? Потому что в Баскин Робинсе 31 вкус мороженого. Еще я очень люблю Почемучку и Бон Пари, взрывная карамель. Как бы скаканули от Баскин Робинса. Да. Ну, это были все вопросы на сегодня. Спасибо большое. Можно последний, Женя, пожалуйста? Да, давай. Конечно. Давай. Самый каверный. Давай, давай. Кто из ваших друзей, скорее всего, будет плохим мужем? Ой, ну, ты точно прекрасный муж уже. Итак, из моих друзей, наверное, у меня есть такой друг Вася Барков. Огромный ему. Кстати, шат-аут. Васос, привет. Он, кстати, стример. Смотрите обязательно его стримы. Я думаю, он будет ужасным мужем, просто потому что он будет создавать лютую конкуренцию всегда. И знаешь, на него будет жена, не будь за него спокойно никогда. Потому что он прекрасен, он очень красивый. Если вот зайдите, посмотрите потом, как он выглядит. Он очень красивый. И жена будет ревновать его ко всему. А так он мужем будет прекрасным, я думаю. Зато в гольф хорошо играет. В гольф тоже отлично играет. Правый, боковой его, гольфистский, это просто потрясающе. Спасибо всем большое. Смотрите нас на TNT Music. Это были все вопросы на сегодня. Райджин, Томас Мраз. Всем.